Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию еще одну секретную мушку, которую я очень давно связал, учитывая нехватку материала. Я ее изготовил из своего материала, так как я ее видел. И она оказалась довольно-таки уловистой приманкой, как в сухом исполнении, так и в мокром. В данный момент перед вами мушка, которая работает в сухом варианте. В преддверии зимы я сейчас изготовлю мушку, которая хорошо работает на течении и вяло текущих реках. В стоячей воде, честно скажу, не проверялась. Давайте изготовим, а потом посмотрим. Крючок я взял F11 Gamakatsu. Номер его для нашей зимней рыбалки я подобрал где-то 14 номер. И огрузил среднюю часть свинцом. От величины нашей огрузки будет зависеть радиус и пышность, то есть объем нашей мушки. Поэтому вы уже, когда первую изготовите, попробуете, вы потом уже сами экспериментально для себя подберете свинец. Или это 0,4 или 0,5 или 0,6 или 0,2. В зависимости, опять же, от толщины крючка. Немножко капнем клей на место крепления нашего свинца и будем крепить нашу нить. Нить я беру белую. Толщина может 4,0 где-то примерно. 6,0. Закрепим ее перед свинцом. Немножко промотаем тело, пока мы не выравниваем, так как в этом пока еще нет необходимости. Закрепим основные материалы, а тогда будем с вами подравнивать наше тело. И проматываем почти до самого загиба. Здесь сделаем небольшой такой шарик уплотнения, где мы будем с вами изготавливать хвостик. У мушки этой можно изготавливать хвостик из чего угодно, то есть из тех перьев, допустим, которые у вас есть по остаткам. Но учитывая то, что я буду вязать нимфу зимнюю, я возьму больше вот такую перышко цесарки, или можно куропатки, перепелки, так, чтобы, допустим, хорошо выделялись как бы сегментация членников, те, которые наша нимфочка будет изображать. Хвостик у этой мушки должен равняться длине тела, то есть количество намотанного нашего свинца. крепим здесь, подхватили, посмотрели длину, если не устраивает, немножечко подтянули, подровняли. удаляем сразу вровень свинца остатки материала. подводим к нашему шарику, и для придания пышности я обычно всегда проматываю снизу, чтобы вот так развести хорошо хвостик. подхватили окончательно перо, оставляем у свинца. В качестве тела можно использовать всевозможные материалы, которые сейчас в изобилии, чем это было 5 лет назад. Я изготавливал первые варианты, это вот, допустим, брал обыкновенную трубочку, которая используется в поплавочной снасти, и изготавливал из нее тело, но довольно-таки сложно найти тонкую вот такую силиконовую трубку, поэтому я перешел на изготовление тела из обыкновенной вот такой вот лески. Но леска сама по себе флуоресцентная. Если по каким-либо причинам, допустим, у вас такой лески нет, можете взять любую другую леску, но соизмеримую с толщиной. Как вы видите, допустим, если взять во внимание толщину этой лески, то будет работать неудобно вам, и подберете сами коричневую, белую, зеленую, любой оттенок, который вы сами для себя пожелаете. Теперь переходим к основному моменту. Пока я еще клей не употреблял для крепления, так как он нам еще не нужен. Я беру обыкновенные утконосы, у которых вот такие плоские губки. И вот так ровно, немножко придавливаю свою леску, так, чтобы ее расплющить, эти полтора, два, три миллиметра, чтобы не кусать зубами. Вот выходит приблизительно вот такая конструкция, которая не обламывается, но и в то же время достаточно хорошо зафиксирует нашу леску, что немаловажно. И мы не будем обматывать 10 раз по одному и тому же месту, что очень важно, потому что конусность тела нашего необходимо и форму вывести очень-очень-очень хорошо. Подтягиваем так, как вы видите, вровень с нашим свинцом. И окончательно теперь уже подхватываем весь материал, подводим нашу леску уже к месту крепления хвостика. Теперь я совсем немножко промажу, для того, чтобы моя нить хорошо лежала на теле. Совсем немножечко промазываю клеем. Если вы хотите, можно использовать несколько другой вариант. Можно изготовить это тело, обмотав фольгой, а потом взять любую другую леску, которая будет просвечиваться. Тогда тело будет совсем по-другому смотреться. Вариантов изготовления бесконечное множество. И теперь, друзья мои, мы должны с вами создать веретенообразную форму нашему телу. Не торопясь, давайте это выполним. Мы подготовили с вами вот такое веретенообразное тело. Нитку я удалил. И теперь наступает для нас ответственный момент намотки самого тела. Я добавляю по всему телу, но так, чтобы не было это много, клея момента, который хорошо работает по названию не как момент, а работает, вот я даже покажу, работает довольно-таки хорошо. Он гелевый. И теперь аккуратно виток к витку можно, допустим, используя вот так, как я наматываю, а можно, если вы хотите, можно использовать и такую вот функцию. Следим за тем, чтобы наши виточки никуда не уходили. Никаких, допустим, блестящих элементов я не добавляю. Сама по себе уже леска или монофил, как его называют мои заокеанские друзья, уже обладает хорошей привлекательностью. Теперь самый такой нехороший момент, это намотка, где у нас идет сам конус. Поэтому нам необходимо или ноготком поддерживать вот так каждый виток, чтобы он не сползал, или же поставить крючок в такое положение, чтобы под своей тяжестью наша леска не уходила. Ну, я думаю, лучше поддерживать вот так каждый виток. Дошли мы с вами теперь до крепления нашей лески. И мы с вами закрепим теперь нить. Оставляем, чтобы не убежала наша леска, можно прицепить, как говорится, передержатель или же зажим. Я поменял нить на ту, которой буду потом изготавливать головку. И так же, как в начале крепления, сплющил немножко монофил, чтобы было удобнее его закрепить, невзирая на то, что он уже у нас хорошо закреплен за счет нашего клея. Промотаем. И остатки удаляем сразу. Для дальнейшего изготовления нашей мушки нам понадобится теперь с вами подготовить перышко, пока мы будем подготавливать перо для опушки. Здесь подойдет любое перо. Нам необходимо наше тело вскрыть лаком, чтобы оно было у нас одним ровненьким хорошим цилиндром. Пока мы его не разукрашиваем, ничего не добавляем, никаких точек, ничего. Пройдемся лаком и подождем, пока он у нас высохнет. Если у вас есть в наличии вот такой клей или же или же допустим вот так правильно или допустим этой же шмарки, это для вейдерсов, а есть клей такой для изготовления мушек. И подождем, пока наше тело подготовится. Тело наше подсохло. Я подготовил вот такое перышко флюо крашеное из сибрайта. Вы можете для себя подготовить практически любое перышко, как я вам уже и говорил, вплоть до куропатки. Я специально его не подкрашивал тело, чтобы вы видели, можно допустим как угодно потом поверху нашего лака взять спиртовой фломастер и разукрасить под любого жучка, который вы допустим планируете, чтобы он имитировал. Буквально пару-тройку оборотов нам необходимо выполнить. Аккуратненько отгибаем наши волоски. Вот как в моем варианте вполне достаточно этих двух оборотов. Закрепим теперь наше перышко и изготовим головку. Мы с вами нанесли капельку лака и вот такая симпатичная мушка готова уже к работе. Выберите для себя сами или подкрашивать, или не подкрашивать цвет пера в зависимости от своих рыбалок. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!